Такой фразы, которую мы здесь повторяем, но она является моим мотом. Если я могу сделать, и вы тоже это можете. Год назад, в ноябре, я все еще был ИММ. То, что происходило, меня еще не устраивало. Я был в ПМе 2017 года. Моя спонсор Линда Геберлайн. И когда она мне представила эту видность, я отнесла от нее достаточно стептично. Но в тот момент я еще не видел это как решение моих проблем. Но через пару лет я углубила эту сферу более детально. Когда Линда меня позвала на нашу первую бизнес-академию, я сказала, конечно, я буду там. На следующий день я посмотрел, что я пропустил несколько звонков из семьи Геберлайн от своего спонсора. И понял, что я пропустил эту академию. И у меня было много проблем в тот момент. И я принял решение, что я должен кое-что в своей жизни очень глобально изменить. И решил, что я хочу принять решение, чем я буду заниматься. И я сказал Марселю и Линде, что в следующие три месяца я буду делать ровно все то, что ты мне скажешь делать. Я буду послушно выполнять все ваши напутствия. И очень быстро я стал вице-президентом. Мне 23 года. Что я могу сказать? Ну да, я самый молодой в своей команде, но это мне не мешает. Позвольте мне рассказать вам одну историю. Моя мама после четырех лет, в конце концов, поверила в возможности бизнеса. И в мае этого года она мне сказала, что знаешь, Саша, мне кажется, я больше не имею никаких целей в своей жизни. И тут, через какое-то время, моя мама приняла решение тоже не заниматься этим бизнесом. Я ее никогда не уговаривал. Это было ее личное решение, просто из-за того, что она не наблюдала это. Она всегда любила продукты, но никогда не занималась бизнесом. У моей мамы большое сердце. Она очень искренний, любящий человек. И она вот недавно, несколько месяцев назад, получила чек, на котором была сумма 900 евро. То есть реально, эта фирма дает возможности каждому из нас. Главное, принять эту возможность и использовать ее. Когда я начинал работать, мне очень понравился слоган нашей компании. Simple Successful. Просто успешно. Вот это мне подходит. Я не делаю каких-то сложных движений. Мне нравится, что этот бизнес простой, легкий и доступный каждому. Независимо от возраста или рода занятий. В той моей жизни, которая была до Пьема, я работал тренером. Персональным тренером. И один раз ко мне пришел в тот спортзал, где я был тренером. И сказал, у кого это машина с наклейками фитлайна. А так как я уже занималась фитлайном, я сказал, да, это моя машина. И он сказал, Саша, я сам занимаюсь альтернативной медициной. Почему бы тебе не зайти ко мне, мы, может быть, поговорим. Я обычно избегаю разговоров с людьми, которые занимаются медициной профессионально. Но я решил, что все-таки сделаю исключение. И мы с ним пообщаемся. Он сказал, заходи просто в мой опыт. И я пошел туда и увидел кучу каких-то документов, сертификатов, дипломов, всего много. Он проводил очень много в своей стереопрезентаций в Швейцарии. И он спросил у меня, расскажи мне про свой бизнес. А я ему сказал, я ничего не знаю, надо просто употреблять продукты и делиться этой информацией с другими людьми. Я тут пью пару, вот стейл, вот рам, ресурс, по вечерам. И он мне сказал, ты знаешь, мне еще никто в жизни не представлял новый бизнес вот так просто, как делал ты. И этот человек, имя его Юнтер, он знает продукты с 93-го года. Но он никогда не занимался бизнесом, потому что ему никто вот так просто и доступно этого бизнеса до меня не представлял. И он сказал, да, я буду с вами, я буду этим заниматься. Что еще важно в нашем деле? Это энтузиазм. И я изначально мне это казалось сложным. Я смотрел на тех людей, которые выходили на сцену. Внутри у них я наблюдал, я видел это горящее желание. И я искал это в себе и как бы не находил. И знаете, люди чувствуют это горящее желание. И оно появляется тогда, когда вы принимаете решение быть с этим бизнесом полностью, отдавать всего себя этому. Я вам очень советую всегда, всегда принимать участие во всех мероприятиях. Потому что это помогает вам зажечь это пламя внутри вас, объединение с другими людьми. Вы должны рассказывать людям о том, чем мы занимаемся. Я думал, что я могу создать свою страничку интернета, делать свои, своего стиля, как я читаю, нужные бизнес-карточки. Но я понял потом, что у нас есть EMM-обучение. Есть общий концепт, разработан специалистами. И нам компания дает все инструменты. Нам остается лишь стать успешными. Все эти роуд-шоу, это очень важно, посещать все это и быть вместе со своей командой. Не надо ничего изобретать себе самому. Просто придерживайтесь этого стандарта. И не ждите два года, как я, пока я созрелся для этого. Итак, самый главный пункт. Принять решение, это самое главное. И тогда придерживайтесь его. Не сворачивайте в какие-то другие дороги. Сетевой маркетинг должен был этичным, простым, понятным. И то, что делает роль и Вики, они несут это внутри себя. Да, они принимают решение не только как бы по расчету, но своим сердцем. И меня и моих друзей это очень привлекает. Конечно, очень важно иметь ясные, четкие цели у себя в голове. Не стоит зацикливаться на отрицательных, на негативных людях. Самое важное то, что внутри вас и какая цель стоит перед вами. В 2014 году я думала, что я стану чемпион Лигой в течение года. Ну, это не повезло. Но я знаю, что это будет. Потому что я знаю, что самое важное, стабильно идти вперед. И нельзя очертить какое-то конкретное время для достижения своей цели. Ну, не в моем случае. Но я знаю, что я буду там. И вся моя команда верит в меня. Моя вся команда хочет стать президентами. Мы все хотим быть в центре П. И мы делаем это. Второй миллиард, который сделала наша компания, это круто. А в 2022 году, я уверен, мы делаем и третий миллиард. Именно так поступают люди с ясными целями. А в 2022 году, я думаю, что это очень важно, что надо употреблять все информационные артикеры, которые только создает АПМ Интернационал. Это очень серьезный инструмент. Меня и моих партнеров в компании тоже очень волнует то, что наша компания занимается благотворительностью. И наша работа вместе с фондом World Vision. И когда я понял, что у меня лично есть возможность спонсировать ребенка, давая какие-то маленькие деньги, и вы на это, конечно, и сразу на это подписаны. Я советую вам, просто не задумывайтесь. Сразу начинайте спонсировать детей. Подумайте, что ПМ это то, что дает вам все возможности, а вам просто надо следовать уже созданной системе. Конечно, вокруг нас всегда есть люди, которые очень склонны критиковать, у которых есть негатив. Но важнее всего оставаться рядом со своими целями и использовать каждую возможность помогать другим. И под конец, что еще я хочу, чем я хочу с вами поделиться. Я хочу коротко обсудить концепцию автобонусов. Это концепция, автошип-концепция. У меня подписано 300 людей. И я считаю это очень крутым результатом. И это развивается, продолжается, идет вперед. У меня запланировано, что в апреле я достигну статуса президента. И я концентрируюсь именно на программе автошип. И я хочу, используя возможность поблагодарить Рольфа и Вики за ту возможность, которая помогла мне изменить уровень моей жизни. То, что вы создали в Spam International, это очень серьезно. Это очень важно. И это помогает многим людям. Это дает безопасность. И те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, компания всегда стоит за нами. И нам помогает решать всякие моменты, которые только проявляются. Так что я советую каждому, используйте эту возможность. И даже если кое-что не происходит так, как вы хотели бы, задайте с вопросом, а как бы ваша жизнь протекала, если бы вы не были с Spam? И я уверен, если вы здесь, вы когда-то сделали правильное решение. Итак, спасибо вам еще раз. Благодарю за эту возможность. Продолжайте вместе с Spam. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!